Сегодня мы поднимаем государственный флаг Российской Федерации на втором судне из серии шести судов проекта 04130 в малотоннажном рыболовецком сейнере «Сокач». Флаг России подняли на втором построенном на Камчатке судне. Речь о малотоннажном рыболовном сейнере «Сокач», который по специальной программе ввел рыбколхоз имени Ленина. Торжественную церемонию посетил глава региона Владимир Суладов вместе со своим сыном. Я хочу поздравить нас с очередным радостным событием, с очередным поднятием государственного флага на втором судне из серии малотоннажных рыбопромысловых судов, которые колхозом вводятся в рамках программы строительства новых судов. Напомню, что саму эту программу инициирует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и благодаря принятым решениям происходит существенное обновление и береговых предприятий, и флота. «Сокач» – один из шести судов, которые возведут в рамках проекта строительства малотоннажных рыболовных сейнеров. Рыболовецкий колхоз его реализует по программе инвестиционных квот. Длина каждого из МРС составляет не менее 25 метров в длину. «Сегодня у нас, у коллектива, праздник, очередная победа. Сдается в эксплуатацию второе судно, которое построено практически своими руками на территории Петропавловска, Камчатского края. И очень символично то, что оно носит имя Камчатского поселка – Сокач. Когда мы поднимали первый флаг на «Апачи», знаете, были определенные переживания, все-таки, как судно будет работать». Как отметил Сергей Тарусов, опасения были напрасны. Сейчас «Апачи» успешно ведет промысел «Ментая» в Охотском море. Притом судно настолько качественно, что способно работать в любую погоду. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще два МРС. Они будут носить названия «Карага» и «Карамай». Напомним, торжественная закладка «Келя» первого из шести судов состоялась в июне 2021 года, а в августе прошлого уже спустили «Апачу». В январе ее строительство было завершено.